т что он думает так как вы думаете учет в этом году для нас не пошли и пожалуйста подарите пять подписок на канал и на то время николай в итоге никого он Всем доброго дня, дорогие друзья, подписчики, с вами Юга. И сегодня выходит видео более разговорного формата, которое расставит все точки над и вообще, что касаемо контента на канале, на ютубе, на твиче и как я его вижу в дальнейшем. Мне очень важно знать ваш фидбэк по этому поводу, не скупитесь на комментарии, на лайки и дизлайки в том числе, если вам что-то не понравится. Я уважаю любое мнение, если оно адекватно и аргументировано. И так вот, хотелось бы начать с самого главного. Это подборка того, что вы смотрели сейчас. Эти клипы, которых вы уже больше никогда не увидите на платформе Twitch.tv. Больше их не существует. Не так давно, из-за нового введения правил, касаемо DMCA, нарушение авторских прав стало на твиче максимальной костью в горле абсолютно для всех стримеров, и я не стал исключением. Это очень сильно ударило по каналу, в частности, почему? На первых порах было принято решение следующее. Удалить все клипы с Twitch, удалить все вводы, где была музыка. И что по итогу осталось? По итогу остался пустой канал. И за пять лет стриминговой деятельности никаких воспоминаний там нет. И на данный момент выхода в видео все существующие клипы, которые уже сделаны, были после этого. Уже прошло две недели, я удалю так же. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что буквально недавно прислали еще одно письмо от Twitch, сказав в том, что так как сейчас система обкадывается новая, и я это уже давно заметил, то музыка удаляется прямо в процессе эфира. Во-первых, на Twitch сделали такую же функцию, как и на YouTube. Кто смотрит стримы на YouTube, поймут, что можно отмотать трансляцию и посмотреть, что стример делал. Такая функция на Twitch уже есть давно. Но раньше, когда мне нужны были трансляции, чтобы я не скачивал их с удаленной дорожкой звуковой, мне хватало примерно даже, не знаю, нескольких часов, чтобы музыка осталась. Но сейчас прямо в прямом эфире их удаляют. И по завершению трансляции у меня уже вырезана вся музыка, которая каким-либо образом попадала под копирайт. Я начал переживать из-за этого. Мысли лезли в голову, не особо приятные. Это значит, что, скорее всего, так или иначе, я могу получить страйки за музыку прямо в эфире. И, поразмыслив, я пришел к следующему. Теперь на Twitch. Будет, если играть, то только русская музыка. Какие-то интересные русские группы. Возможно, что-то старенькое. Но ничего англоязычного. Абсолютно ничего. Заказ музыки я также упраздняю. Я знаю, что это ударит финансово по мне. Но я все-таки люблю тот контент, что я делаю. И очень бы хотелось, чтобы вы его так же воспринимали. Что мне очень тяжело каждую трансляцию и каждый клип удалять. Мы дурачимся, веселимся. У нас есть эмоции, в частности, у меня. Как видите, сейчас они не самые лучшие, грузные больше. Но я живой человек, и я хочу с вами ими делиться. Поэтому я и стримлю уже с такое огромное количество времени. И донат останется только, соответственно, денежным. Если вы просто захотите поддержать канал определенной монетой. Чеканной или нет, это останется. Музыки больше заказанной не будет. Будет играть русская музыка. Пока для теста. Пока для теста. Твичевские программы я ставить не хочу. К сожалению, они очень криво работают на данный момент. А музыка, которая там вызывает у меня чисто слуховое отвращение. И у вас, я думаю, тоже начнет. Попробую пока так. По итогу. Слушаем русское. Я какую-то подборку групп электронной русской музыки сделаю. Русского рок или что-нибудь такое. И уберу полностью заказ песен в донате. Касаемо Ютуба. Тут все просто. Тут все хорошо. Мы движемся в нужном направлении. Периодически контент выходит. Он также будет выходить в виде роликов, гайдов и так далее. И третий пункт. О контенте в общем. Замолвим пару слов. Все уже прекрасно знаете, что я стримлю Black Desert в течение пяти лет. Это довольно-таки большой срок. Это аудитория, которая у меня сформировалась. Это люди, которые прошли со мной от гальфионского контента до по сей день. Это люди, которые меня ненавидят и которые меня очень сильно любят. За это я им благодарен. Но ситуация складывается следующая. Я никогда не думал, что сообщество в тот или иной момент может как-то странно на тебя реагировать. Я не думал, что я сам буду нареагировать на какие-то внутристримерские дела. За последние несколько месяцев меня это сильно подкосило. Ситуации, которые были на Твиче. И я долго думал, чего же я сам-то хочу. Я люблю БДО. Я и продолжаю играть в эту игру. Даже прямо сейчас она открыта. Но за пять лет я понимаю, что немножко топчусь. Да и все понимают это. Но никто не может отказаться от этого. Я могу об этом смело говорить. Не наплевав на аудиторию людей, которые смотрят меня за БДО. Но они меня тоже должны понять. Стримы из БДО не пропадут. Нет, я не к этому веду. Но сейчас немножечко будет все по-другому. Я человек, который дает контент абсолютно в любой игре. И меня поэтому и смотрит большинство костяк моих людей, которые меня смотрят. Это люди, которые смотрят именно из-за меня, а не из-за игры. Мне это очень приятно. И ради эксперимента на эту неделю я ввел голосование. Рублем. Поставил четыре данные полоски. За четыре игры. Genshin Impact, Ragnarok Online, в которой я сейчас нахожусь параллельно БДО. World of Warcraft в преддверии Shadowlands и Black Desert. Не говоря о скопости людей или прочее, я не хочу не говорить. Я деньгами людей не мерю. И вы меня поймите. Но я хотел увидеть заинтересованность. В первом туре победил Genshin Impact, выбив БДО. Сейчас голосуется между World of Warcraft и Ragnarok. А формат будет следующий. Я стримлю по 10 часов. Примерно по 5 часов в одной и другой игры. Будет на стримах. Все время тратить на задротство в БДО. Которым я с февраля месяца, когда я возродил снова канал свой. Я уже физически не могу. Я ушел играть сейчас в Ragnarok лишь потому, что я очень сильно устал. Я делал контент в БДО. Делаю гайды. Вы видите их на ютубе. Просмотры их. Кому-то это заходит. Кому-то не очень. И я хочу как стример не то чтобы разнообразие, но хочу удовлетворять запросы своей аудитории. Мне это важно. Так как они удовлетворяют мои жизненные запросы. Это все очень просто. Это симбиоз. И все в этом плане остаются довольны. Поэтому в дальнейшем эта система голосования также продолжится. Я буду смотреть заинтересованность людей в этом всем. Если эта система не сработает, вернемся к привычному пониманию стриминга. И надеюсь, вы, это кто посмотрите, также меня в этом поддержите. Ну а если нет, ну я никого не держу. За сим откланиваюсь. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Потратили свои 10 минут жизни на это. Надеюсь, вам не все равно. А с вами был Юга. И увидимся на платформе Twitch TV и на ютубе. Всем здоровья. Пока-пока.